Здравствуйте! Сегодня в программе «Наши тесты» мы поговорим о здоровом образе жизни. Ну, другими словами, сделаем тест этого здорового образа жизни. Дело в том, что в последнее время в сознании нас, россиян, ночные клубы и прочие злачные места уступают своё место нормальным и простым местам отдыха на природе, где можно и отдохнуть, и поправить здоровье, но уж во всяком случае ему не навредить. И в это время популярность автомобилей, дающих своим владельцам такую возможность, как выбраться на природу, невероятно высока. Они плодятся один за другим, и их доля на нашем рынке невероятно высока. И вот недавно, буквально совсем на днях, появился очередной представитель этой когорты автомобилей, представляющей нам такую возможность. И вот он, Citroën C-Crosser, очередной представитель класса кроссоверов и очередной из клана машин, построенных на платформе Mitsubishi Outlander. Про Mitsubishi Outlander мы вам уже рассказывали, сейчас подошла очередь вот этого вот французского кроссовера. Кстати, первого кроссовера в истории, в современной истории компании Citroën. Но сегодня в классе кроссоверов уже достаточно тесно, очень много машин. Не слишком, а именно очень много. Поэтому сюда, к месту проведения теста, на Красную Поляну, что недалеко от Сочи, мы приехали с двумя другими кроссоверами, чтобы показать вам, что сегодня есть на рынке и чем же отличается Citroën C-Crosser от других кроссоверов, которые у нас уже сегодня есть. Пару слов об истории этих машин. Honda CR-V это уже третье поколение этой машины. Nissan X-Trail присутствует во втором поколении. И Citroën C-Crosser это, если так можно сказать, первое поколение. Да, совместно разработанная платформа, совместные узлы, совместные агрегаты. Но здесь вся разница в деталях. Ведь, по сути, Citroën C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL это абсолютно идентичные автомобили. Разница лишь в детали. Покупатели будут выбирать ту или иную машину в зависимости от того, где ближе находится дивер, кого больше устраивают, чьи условия. И главное, может быть, по известности и по пристрастиям к определенной марке. Но главное, главное в деталях. Все три компании постарались сделать машины максимально индивидуальными. При том, что это один и тот же автомобиль. Так что на деталях этого автомобиля мы сакцентируемся больше всего. Пару слов об оснащенности Citroën C-Crosser. Вроде бы все очень достойно. Это и селектор выбора положения раздаточной коробки, и переключение под рулем. Это и магнитола с сумасшедшим звуком, который позволяет слушать басы, практически не срываясь. Но, с другой стороны, климатическая установка здесь не предполагает никаких зон, а еще датчики. Здесь есть датчик света, но нет датчика дождя. Поэтому дворники придется включать вручную и регулировать их положение тоже вручную. Не ахте какая проблема, но все же, если мы говорим об оснащенности, то в Citroën вот эти опции не помешали бы совсем. В салоне X-Trail обращаешь внимание на легкое несоответствие. Дело в том, что комплектация Citroën C-Crosser откровенно богаче. Но, с другой стороны, в Nissan, в котором тряпичный салон, механическая коробка передач, есть такая небесполезная вещь, как датчик света и датчик дождя. Когда Nissan X-Trail был у нас в одиночном тесте, мы уже говорили о том, что салон этого автомобиля невероятно функционален. Здесь столько подстаканничков разных ящичков и других полезных пространств, что диву даешься, как в таком маленьком автомобиле помещается столько всего. И вот сегодня, когда мы проводим сравнительный тест с двумя другими машинами, нельзя еще раз не отметить эту особенность X-Trail. С точки зрения функциональности, и Citroën, и Honda по салону, по своему оформлению интерьера, безнадежно проигрывают Nissan X-Trail. Салон Honda выглядит более современно, чем у того же Nissan X-Trail. Но, в отличие от Nissan, в Honda все выполнено не так функционально. Нет такого количества подстаканников, ящиков и других пространств под полезные мелочи. Поэтому у водителя возникает периодический вопрос, куда положить телефон, ключи или какие-то другие мелочи, которые в дороге бывает необходимо иметь под рукой. Достаточно современному оформлению интерьера Honda CR-V стоит добавить еще неплохую оснащенность. Это и датчик света, датчик дождя, который избавляют от лишних движений руками водителя этого автомобиля. И музыкальная система, и климат-контроль с разделением на две зоны. Кроссоверы это вообще уникальные автомобили. Им приходится сочетать такие функции, которые в одном и том же автомобиле просто очень плохо сочетаются. Поэтому пару слов давайте посвятим такой теме, как универсальность. Универсальность интересная штука. Это попытка сочетать несочетаемое. Попытка в одном устройстве объединить сразу множество функций. Это как сделать что-то общее между армейскими сапогами и модельной обувью. Никому пока это и в голову не пришло, но тем не менее класс кроссоверов успешно существует уже не первый год. Это именно те автомобили, которые годятся и для ежедневных поездок, и для не очень тяжелых, но тем не менее существенных вылазок на природу. Идеального баланса добиться так, чтобы машина себя и на дороге вела, как абсолютно легковой автомобиль, и на бездорожье не знала никаких преград, наверное, нельзя. Все-таки те или иные кроссоверы склоняются либо в пользу дорог, либо в пользу бездорожья. Давайте посмотрим на то, как наши машины распределили между собой ступени на этом условном пьедестале. На дороге Citroёn C-Crosser ведет себя очень достойно, если не сказать исключительно. Машина в поворотах ведет себя абсолютно по-легковому. Нет никакого крена и даже малейшего намека на снос передней или задней оси. В этот момент подрулевые переключатели воспринимаются как нечто естественное. Как же еще машину с автоматической коробкой приспособить к таким специфическим условиям вождения? Как бы скептически не относились владельцы настоящих внедорожников к тем возможностям, которые на бездорожье проявляют кроссоверы, но тем не менее про C-Crosser стоит сказать пару приятных слов. На проходимость этой машины работает сразу несколько элементов. Во-первых, это подключаемый задний мост, ну и туда же можно отнести и блокировку межосевую. А во-вторых, это автоматическая трансмиссия. Именно она позволяет трогаться на неровной почве именно с тем моментом, который нужен. С одной стороны, чтобы колеса уже начали прокручиваться, но с другой стороны, чтобы они еще не начали буксовать. Поэтому проходимость вот этой вот машинки ограничена исключительно лишь геометрией. Поэтому Citroen C-Crosser пройдет везде, где он не зацепится днищем, бамперами или какими-нибудь другими торчащими снизу элементами. Этот автомобиль пройдет везде, где нет уж совсем откровенного болота. Поэтому вот эта вот грязь на машине, можно считать, что она естественная. Вот этот вот автомобиль позволяет своему владельцу ездить туда, где такую грязь на автомобиле получить совершенно естественно. Правда, к внедорожным достоинствам C-Crosser придется прибавить один недостаток. Насколько он существенный, я думаю, что это каждый определит для себя. Слишком жесткая подвеска. Поэтому, двигаясь по булыжникам, по неровной дороге, владелец сам будет понимать, что, может быть, он заехал уже куда-то не туда. Во всяком случае, в двух других автомобилях ощущения водителей и пассажиров, когда преодолевается неровная дорога, не такие уж экстремальные. Ну вот и наступило время подводить итоги нашего теста. C-Crosser, я думаю, как дебютант нашего рынка, заслужил право, чтобы про него мы сказали первыми. С его премьеры, мировой премьеры в Женеве, прошло чуть больше года. И вот, наконец, он вместе со своим французским братом, Peugeot 4007, появился в России. Что можно сказать? Что это та премьера, которой стоило дождаться. Машина действительно уникальна по своим качествам. Она себя очень хорошо ведет на дороге, очень здорово держит в поворотах и очень неплохо проезжает там, где этих дорог нет вовсе. Единственное, что можно поставить в минус, это, ну, чуть более ощутимую тряску, чем хотелось бы пассажирам как переднего, так и заднего ряда. В остальном машина очень даже ничего. Единственное, что стоит знать тем владельцам, которые себе собираются приобрести этот автомобиль, это где находится ваш ближайший дилер. Потому что в крупных городах с этим проблема уже давно решена, а чем дальше от крупных городов, тем более и более это серьезная проблема. Но, чтобы совсем уже не отчаиваться, нужно понимать, что если прямая дорога до ближайшего дилера уж слишком далека, то наверняка можно срезать. Тем более, что эта машина позволяет. Поверьте, это очень непростая задача. Выносить свой вердикт таким трем автомобилям, как те, которые собрались у нас сегодня в тесте. Они полны достоинств, а недостатки их можно посчитать субъективными. Но, тем не менее, если мы признали Citroёn C-Crosser самым удачным по соотношению дорожных и внедорожных качеств, то продолжим тогда с точки зрения этой же логики. Если придерживаться таких взглядов на жизнь, то Nissan X-Trail лучше всех остальных приспособлен к покорению бездорожья. Это и фирменная ниссановская система полного привода, и механическая коробка передач. Хотя здесь не все так однозначно. С одной стороны, механическая коробка, если перефразировать слова одной известной рекламы, способна творить чудеса в умелых руках. На трассе эта коробка позволяет даже не обращать внимания на отставание по мощности. Ведь Nissan X-Trail, вот эта вот наша модель, оснащена двухлитровым двигателем, в то время как Citroёn C-Crosser и Honda CR-V имеют объемы по 2,4 литра. Но на трассе из-за механической коробки это вообще не чувствуется. Машина точно так же уверенно идет на обгон, точно так же набирает скорость. Да, тем не менее, как ни говори, чтобы не утверждали конструкторы, что современные автоматические коробки ни в чем не проигрывают, но все-таки речь идет о среднестатистическом водителе. Если водитель понимает, что делает, то механическая коробка ему очень даже на благо. Но тогда, когда речь заходит о покорении бездорожья, вот тут-то и случается то самое «но». Но двухлитрового мотора не хватает при механической коробке, чтобы вытащить вот эту вот машинку из зыбкого песка или совсем уж топкой грязи. Поэтому работать ей нужно очень аккуратно, очень аккуратно дозировать усилие на педали газа, чтобы с одной стороны не перекрутить, а с другой стороны не дать мотору заглох. Ну и внешность. Вот такая вот внешность консервативная. Ведь по сравнению с предыдущей моделью произошло не так уж и много изменений. Вот эта вот внешность говорит все-таки скорее о внедорожном характере. Потому что что Сикроссер, этакий новомодный Пижон, что Хонда CR-V, тоже достаточно стильная штучка, они упирают на эстетизм. Вот этой машине эстетизм не нужен. Мы можем покорять бездорожье, как бы говорят ее создатели. Поэтому можно, наверное, сказать, что внешность лишь подтверждает ее качество. Ну и вот эти вот две фантастические лампы, прожектора на крыше. При движении по трассе ночью нету практически такой зоны перед вами на дороге, которую вы не смогли бы увидеть с помощью вот этих вот ламп. Поэтому выносим вердит такой, что вот эта машина лучше других подходит для покорения бездорожья, но при этом она ненамного отстает от других участников теста в плане простого, обычного передвижения по трассам, ну и уж тем более по городским дорогам. Ну а мы перейдем к последнему, завершающему участнику нашего теста. Реакция автомобиля Honda CR-V наводит на мысль о невероятной управляемости этой машины. Во всяком случае, тут достаточно тугой руль и очень неплохая энергоемкая подвеска. Когда начинаешь движение, кажется, что из всех трех автомобилей именно Honda самая управляемая. Но по управляемости все-таки она выступает Citroёn C-Crosser. Зато на дороге, когда автомобиль двигается по трассе, да в принципе и в городском потоке, ощущение того, что управляемость этой машины, вот ее баланс между комфортом и управляемостью, ближе всех подходит к идеальному. Потому что Citroёn слишком жесткий, Nissan X-Trail немножко мягковат. А эта машина, с одной стороны, достаточно послушна рулю, а с другой стороны, не утомляет излишним информированием водителя о состоянии дорожного покрытия. Справедливости ради стоит отметить, что Honda CR-V проехала почти по всем тем же местам, где пробрались два других автомобиля участника нашего теста. Но условия, по которым мы оцениваем автомобили, определены. И по этим условиям Honda CR-V самый дорожный из трех наших кроссоверов. Решение мы вынесли такое только по одной причине. У Honda CR-V нет возможности регулировать положение трансмиссии. Если в Citroёn C-Crosser и в Nissan X-Trail есть практически идентичная система, позволяющая подключать как полный привод, так и включать блокировку межосевого дифференциала, то здесь блокировки не предусмотрены вовсе, а задний мост подключается автоматически. Так что водитель в сложных условиях не может самостоятельно выбрать такой режим, чтобы обеспечить себе идеальную проходимость. В пользу более дорожного стиля, в котором исполнена Honda CR-V, говорит и тот факт, как она себя ведёт на дороге. Здесь нет такой модной примочки, как возможность переключать передачи вручную. Здесь стоит классический автомат. Попенять на это не получается, потому что здесь ручная настройка, она и не напрашивается, потому что автомобиль не ярко заточен под управляемость. Он создан для того, чтобы с комфортом перемещаться, в том числе и на дальние расстояния. Единственное, на что можно посетовать, это отсутствие спорт-режима. Здесь бы он не помешал. При затяжных обгонах и при необходимости форсировать дорожную ситуацию, хотелось бы чуть более быстрого отклика на педаль газа. Этот автомат, к сожалению, такой реакции не даёт. Но в целом картина получается вполне гармоничная. Ещё что можно сказать о внедорожных качествах. Подвеска этого автомобиля, несмотря на то, что арсенала внедорожного здесь как бы нет, вот подвеска из всех трёх машин наиболее приспособлена для того, чтобы пересекать неровности дороги. Citroёn и C-Crosser, она слишком жёсткая. В Nissan X-Trail она мягкая, но её пробивает на неровностях. А вот эта упругая подвеска, она с одной стороны не создаёт излишней качки, а с другой стороны не подвержена пробоям. Ну и вывод относительно этого автомобиля. К поведению Хонды CR-V на дороге можно, конечно, придраться, но это будет именно что придирка. Машина ведёт себя очень гармонично и очень сбалансированно. На бездорожье она проявляет некоторые таланты, присущие кроссоверам. Но несмотря на то, что CR-V прошёл там же, где и прошли два других кроссовера, которые участвовали в нашем тесте, Citroёn C-Crosser и Nissan X-Trail, всё же мы не ставили задачу засадить автомобиль и выбирали такие препятствия, которые автомобили всё-таки имели шансы пройти. И при всём при этом Хонде CR-V преодоление этих неровностей давалось всё-таки чуть с большим трудом. Поэтому приоритеты расставлены. И Хонда CR-V из всех трёх – это, пожалуй, самый лучший дорожный автомобиль с возможностью лёгких вылазок на бездорожье.